Это у вас ремень самопроизвольный? Ну, а как бы я тут? У нас машина уже с 1986 года. Что я могу сделать? А спереди? Есть ремни? Да. С помощью ремня должен быть штатного пристегнут. И детского удерживающего устройства. Бустеры, дополнительные устройства, которые предусматривают пристегнуть маленького пассажира в автомобиле, чтобы он был в безопасности, а не вот это изобретение. Ну что, на первое сиденье его сажать? У вас ремни только спереди? Конечно. Вот, ремнем, значит, спереди пристегивать. Ну и что, его, значит, на переднем сиденье можно возить, да? Можно, в любом возрасте можно спереди возить. Только с помощью детских удерживающих устройств. Можно мы еще просмотрим, как у вас там все-таки он пристегнут? Дверь откроем? Ну, открылся дверь. Что за ремень-то у тебя тут? Ну, а крепится-то он куда? А вон там это, такая откидывающая. А, то есть вы сами вот это, да, что-то придумали? Ну, вот там вот такая откидывающая есть. Ага. Мужчина пристегнул ребенка способом, который придумал сам. С уверенностью можно сказать, что брючный ремень не обеспечивает безопасность ребенка в автомобиле. Еще одного нарушителя автоинспектора остановили на внедорожнике. Мужчина тоже начал рассказывать автоинспекторам о том, что на его автомобиле не предусмотрены ремни безопасности. Не пристегнутый ребенок при этом сидел на переднем кресле. А почему не получается пристегнуть-то? На этой машине не предусмотрены ремни еще. Что же? Доделать. Конструктивно не предусмотрены. Не предусмотрены ремни безопасности? Не предусмотрены. Так. Вот задний-то я сделал, я еще передний не доделал. Интересно, интересно. Машина старая. Просто у нас дети должны пристегнутые перевозиться с помощью детских удерживающих устройств. Знаете. Знаете. Мне кажется, у вас там какие-то отверстия даже остались. У следующего нарушителя также был интересный ответ на вопрос, почему же не пристегнуты несовершеннолетние в его автомобиле. Почему у вас малыши не пристегнуты? Я со Склицкого до Вавилона. Я же тихо езжу, проблем нет. А как это вы ездите тихо? А другие люди бывают не тихо ездят? Я согласен. Не, а вы не мои дети. Племянники были мои дети, я бы скрест подъездил. А какая разница? Какая разница? Это же дети, понимаете? В отношении всех нарушителей автоинспекторы составили административные материалы и назначили штрафы. Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле, конструкции которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле, конструкции которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности. А на переднем сидении легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств.